О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Губернатор Глеб Никитин в Сосновском навестил семью, в которой сразу двое мужчин участвуют в СВО. Глеб Никитин передал Сосновскому округу 10 новых автобусов. Нижегородские школьники смогут посетить Санкт-Петербург в рамках проекта «Уроки с путешествием». Букет цветов, подарки и сувениры. Губернатор Глеб Никитин в Сосновском навестил семью, где сразу двое мужчин защищают родину на специальной военной операции. Муж и брат хозяйки дома ушли служить вместе. Настрой у женщин, супруги мобилизованного и ее мамы. Здесь в Тулу тоже боевой. На месте не сидят, делают ремонт в доме. Обсудили, какая дополнительная помощь требуется. Кроме общих региональных мер поддержки семьям участников СВО, готовы решать и индивидуальные вопросы. Рассказал в доверительной беседе глава региона. Вам огромное спасибо за ваше настроение, потому что для них это, наверное, самое главное, чтобы был тыл. Настрой боевой, да. Хорошо. По нашим социальным контрактам подписывали вы, все нормально у вас было? На ребят получаете? Да, да, да. Сумма. Ну, хорошо. Эти 10 совершенно новых автобусов теперь будут перевозить жителей Сосновского округа. Алексей Федоров работает водителем уже 27 лет. Говорит, что подвижной состав уже устал. И эти новые машины полностью обновят их автобусный парк. Новые автобусы отличаются от предыдущих. Есть отличия, ну, незначительные, но есть. Это и оборудование видеокамерами полностью всего автобуса. Соответственно, входные двери уже предусмотрены с выдвижной ножкой для маломобильных граждан. В принципе, и отопление немножко переделанное. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал муниципальному сосновскому автопредприятию автобусы марки ПАС, которые закупили для региона по механизму специальных казначейских кредитов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По национальному проекту БКД в Сосновском районе за 23-й год было отремонтировано 50 километров дорог. Чтобы было понимание, много это или мало, в 19-м, 20-м, 21-м году делались примерно по 10 километров дорог в год. В 22-м – 20, в 23-м уже 50. И часть из них были восстановлены после ущерба, который был несен при строительстве трассы «Москва-Казань-М-12» большегрузами. Эта работа будет, безусловно, продолжена. А далее глава региона посетил Сосновскую школу номер один. Это одна из передовых школ региона по результатам сдачи ЕГЭ. А еще школа заняла пятое место среди образовательных организаций региона по подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Из 46 человек, вышедших на региональный этап, 7 человек стали призерами заключительного этапа Олимпиады. В рабочем поселке планируется модернизовать образовательные базы школ номер один и номер два. Уже в этом году планируется начать работы по капитальному ремонту средней школы номер два. Они будут проведены в рамках государственной программы Российской Федерации развития образования, которая соответствует целям национального проекта образования. У нас принято решение, выделены значительные ресурсы на капитальный ремонт школы номер два. Нужно будет потерпеть вторую смену, пока она будет ремонтироваться. Я дал поручение изыскать все возможности, ускорить ремонт, сделать его вместо двух лет за один. Технологически, если это будет возможно, мы такие будем возможности изыскивать. Пока придется в школе номер один, вторую смену учиться учащимся в школе номер два. Но это одна из двух школ, и она будет полностью капитально отремонтирована. А это уже следующий значимый объект Сосновского – центральная районная больница. Здесь ремонт идет уже несколько лет. Полностью отремонтированы два этажа главного корпуса. Губернатор посмотрел новые помещения и новое оснащение больницы и отметил хорошие результаты реализации в округе программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта здравоохранения. В 2024 году на продолжение капитального ремонта главного корпуса будет выделено почти 25 миллионов 500 тысяч рублей. Но от чуткого взгляда руководителя региона ничего не утаить. Знаете, что мне не нравится? Да. Догадайтесь. По улице хранится. Нет, забор. А, какой сбор. Она у нас очень большая, и мы ее латаем передачи. И как? Да ли вы не латаете? Она вся губка свалилась. Надо деревянный сабор. Да не надо деревянный сабор. Он гниет. Надо сразу делать деревянный сабор. Главный врач Сосновской центральной районной больницы Светлана Трифонова продемонстрировал главе региона новую медицинскую технику, эндоскопы, стоматологическое оборудование, маммограф, а также ознакомил его с работой единой государственной информационной системы здравоохранения, которая внедрена в больницы по национальному проекту здравоохранения. Национальный проект включает в себя и обеспечение новым оборудованием. В рамках нацпроекта за эти три года к нам вступила новый цифровой маммограф, цифровой флюорограф, рентгенаппарат, передвижной рентгенаппарат, два УЗИ аппарата экстракласса с светлым дисплеем, со всеми необходимыми датчиками, о чем мы очень довольны. Это хирургическое отделение центральной районной больницы Сосновского. Ремонта здесь не было 25 лет. Посмотрите, здесь всем известная плитка советских времен. Вот так вот, например, выглядят углы, они отбиты. Это, конечно, небезопасно. Но и всем знаменитые двери тоже советских времен. Конечно, здесь необходим ремонт. А это уже терапевтическое отделение все той же Сосновской ЦРБ. И здесь провели ремонт, вот они, двери большие, новые, красивые. Самое главное, здесь оштукатурены стены и очень приятный цвет. Вот видите, все ровненько и красиво. Ну и, конечно, самое главное, это плитка. Здесь она уже не советского образца, она уже современная, большая, новая и чистая. Здесь было отремонтировано около 10 финансовых курсерских пунктов. Полностью отремонтировано терапевтическое отделение здесь. На четыре ремонта в поликлинике на всех этажах основного стационара. И до 2024 года, то есть в этом году будет практически закончен капитальный ремонт всех эксплуатируемых этажей полностью. И частично будет отремонтирована поликлиника. В 2025 году будет полностью закончен ремонт. Национальный проект здравоохранения реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Сосновский округ один из лидеров по реализации национальных проектов России. Служба информации Кирилл Янковский и Михаил Гордников. Санкт-Петербург Глеб Никитин поручил профильным ведомствам регионального правительства разработать продолжение проекта в Санкт-Петербурге. Наши дети должны знать историю блокады, резюмировал губернатор. Кроме того, для нижегородских блокадников также будет организована поездка в Санкт-Петербург для всех тех, у кого есть силы и желания. Я хотел отдельно всех поблагодарить за то, что вы рассказываете молодым людям, детям о том, что на самом деле вам пришлось пережить. Невероятно важно всеми способами, ну и, конечно, прямыми свидетельствами передавать эту информацию молодежи. Почетные знаки получат 155 жителей. Я так довольна, я так рада, счастлива, что еще хоть и немного блокадников, но остается. У нас столько было несчастья в нашей жизни, а в старости мы чувствуем очень большую заботу. Еще раз благодарю от всех от нас. Это дата беспримерного, наверное, самого несравнимого человеческого подвига в истории человечества. Такого, наверное, ни с чем ставить нельзя, такого никогда не было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!